Вот, вспомнили, вода доходила вот сюда, вот сколько, полметра глубины. В подвале дома 21 по улице Ленинского Комсомола такая ситуация происходит не впервые. С сентября 2018 года здесь практически постоянно застаиваются источные воды. Причины этого не знают даже сами жильцы. Течет ли у них труба или они появляются откуда-то еще, неизвестно. Вот пошла труба. Я говорю, посмотрите, в каком состоянии находится труба. Ну вот она продолжает у нас там, как бы это, наш подвал. Вот она продолжает трубу. Вот, вон она вся. Ее сейчас тронет, она вся, это все ржавое. Поменяем, когда будут деньги. Я говорю, что тут, на два метра денег нету? Жить с этим практически невозможно. От сточных вод появился запах, который поднимается до пятого этажа. Ночью просыпаюсь, дышать нечем, дышать нечем. Сама гипертоник, невозможные едки. Вонище несусветное, и так до пятого этажа. В доме появились тараканы, непривычные для осени мошки. А двери в подъезд местные жители оставляют открытыми. Они подкладывают табуретку или кирпич. И так на всю ночь. В подъездах неимоверно холодно, вот только это единственный способ избавиться от неприятного запаха. Местные жители истоптали пороги, наверное, всех инстанций. Они рассказали, что звонили в СЭС, эпидемиологический надзор, Роспотребнадзор, префектуру Московского района и, конечно же, местного ЖЭО номер 4. Звонили в ЖЭО, приезжала пару раз машина, бочка, откачивали воду. Но через один-два дня вода набиралась снова. И постоянно по сей день вода там так и стоит. Причина отказа во многих службах простая. Нет машин. Вот местным жителям и приходится каждый день проводить в квартирах, запах в которых можно сравнить с канализационным. Но течет не только подвал. В первом подъезде протекли и трубы, которые находятся в стене подъезда. Причина их протечки тоже неизвестна. Вот первый стал подвал заливаться. Стал, я не знаю, из квартиры, то ли из умровых труб. Вот стала вода прямо через стену проходить. Все стало с эквальцией. Сточные воды появляются в подвале не первый год. Местные жители говорят, что из-за этого проседает фундамент. Заметить это можно, если спуститься в подвал. Сам дом номер 21 по улице Ленинского комсомола, по словам жильцов, построен в 80-х годах прошлого века. И за это время не то, что капитального ремонта даже трубы не ремонтировали. Хотя жильцы об этом просили. В прошлом году Андрей Яньков относил заявление в фонд капитального ремонта. Сходил в дом управления, пообщался с начальщим составом. В общем-то, заявление какого плана продиктовали. Вот и передал. Сказали, что будет ответ. Ну, пока ответа никакого я не получал на сроки или проведение капремонта нашего дома. Поговорив с местными жителями, оказалось, что проблема это ни одного дома. Похожая ситуация и в доме номер 30 по улице Ленинского комсомола. Да к тому же на этой улице протекают и канализационные люки. И ЖЭО на этот факт, по словам местных жителей, никак не реагирует. Сегодня сидели двое мужчин. На спине написано, вот канал. Я иду на обед. Я говорю, ну что, мужики, сидим-то. Смотрите, из колодца лются. Они что-то открыли, два колодца. А из которого льется, там не открыли. И сидят, отдыхают с крючком. До представителей ЖЭО номер 4, которые обслуживают дома, удалось дозвониться. Они сказали, что это вина жильцов. Все решается. Если тряски кидать не будут. То есть в этом жильцы виноваты? Да, вчера вытащились вместе с аварийной службой города в тряпку. Кто на самом деле виноват в этой ситуации, неизвестно. Вот только факт остается фактом. В подвале многоквартирного жилого дома на протяжении последних четырех лет скапливается вода. И деться от этого некуда. Да и спасение со стороны ЖЭО лишь временное. До следующей протечки. Валерий Седов, Сергей Данилин. Телекомпания «Город». Продолжение следует.